У наших соседей в Южноуральском Озерске пенсионерка расплодила в квартире многоэтажного дома десяток крыс, полагая, что это мангусты. У вас кто скребется? У вас крысы. У вас крысы. Мы только что ходили на улицу, у вас на окне, на кухне ползают крысы. Это не крысы, это мангусты. Какие мангусты? Липовые зверьки-змееловы превратили жилища старушки в сущую помойку. Погрызли всю мебель, бегают по опилкам и прячутся в ворохах квартирного мусора, норовя пробраться и к соседям. А те едва волками не воют от таких подселенцев. Из-за крысиного соседства в подъезде расплодились мыши и полчища тараканов. Пенсионерка с виду, тихая старушка, божий одуван, убеждена, что мангусты так и выглядят. И морить их голодом она не намерена. Жильцы дома с улицы Карла Маркса бегают по всем инстанциям в надежде, что чиновники избавят их от соседских лжемангустов. И вообще жильцы хотели бы, чтобы в нехорошую квартирку за обшарпанной дверью вернулась чистота. Очередная комиссия с участковым и в сопровождении соседок нагрянули в крысиное логово. Но из-за жутких запахов надолго в нем не задержались. Хотя и успели убедиться в том, кто на самом деле шныряет по квартире сердобольной пенсионерки. Да, вот все перегрызла. Вот она все перегрызла, не только она одна. Их дох**ла. Их много, много. Было 10. Вот она. Да, было 10. Было 10. Да, ну нельзя в таком вот жить. А что я могу поделать? Я не буду их коржать. Конечно, конечно. Ну мы, да. Старушка и по совместительству крысиная королева живет в доме по договору соцнайма, то есть теоретически на птичьих правах. Ее можно выселить, но чиновники, вероятно, жалеют убогую, от соседства с которой другим жильцам туго приходится. Как гуманно, не рубя с плеча, примирить интересы сторон пока не ясно.